Избирательная кампания вышла на финишную прямую. Сегодня последний день, когда проголосовать можно было досрочно. Среди тех, кто решила дать свой голос заранее, и те, кто впервые принимает участие в самой важной политической кампании для страны. Алина Лавринович в их числе. Девушка решила проголосовать досрочно, потому что рабочий график не позволяет этого сделать в основной день. Сладкий подарок и календарь, чтобы девушка запомнила этот момент на всю жизнь. Чувствую долг, наверное, который должна выполнить, а не сидеть просто дома и смотреть. На участки приходят люди самых разных возрастов, некоторые с детьми. Мне нравится мой приз сделать, мне не нужен больше другой. Мы за будущее нашей страны, мы должны это сделать, это наш долг. Чтобы у нас было отличное будущее. Члены комиссии консультируют голосующих по всем вопросам. Наблюдатели отмечают, обстановка на участках спокойная. Выборы проходят в целом хорошо. Весьма активны наши избиратели. Они приходят целыми семьями. И пожилые люди, и молодые тоже приходят весьма активно. Как утром, так и вечером, в принципе, активность довольно велика. Члены комиссии весьма корректны, вежливы. Досрочное голосование проходит согласно законодательству. Все спокойно. Народ понимает, что мы живем в миролюбивой, замечательной стране. И страной, ну вот насколько приходят и наши ветераны предприятия, да, и все говорят, что страной, значит, управляет очень мудрый, талантливый руководитель. Следя за ходом избирательной кампании, представители международных организаций, аккредитовано 248 иностранных наблюдателей по линии СНГ и почти 50 тысяч национальных, в том числе от политических партий и общественных объединений. Обстановка спокойная. На всех участках предыдущих, где мы были, меры безопасности, как в плане пандемии, соблюдаются везде. Мы каких-то таких нарушений не нашли, как, впрочем, не нашли и не заметили нарушений при голосовании. То есть кабины, оборудование помещений соответствует требованиям законным. Напомним, уже завтра, 9 августа, основной день выборов. Проголосовать за кандидатов в президенты можно будет с 8 утра до 8 вечера. Максим Кембель, Владимир Гребеневич, Бобруйск, 360.